Здесь, конечно, яблоку негде упасть, но все организовано четко. Собираются, сортируются гуманитарные посылки, плетутся защитные сети. Идет ежедневная работа волонтеров Тольятти. А тесность сегодня от того, что гостей много, будет патриотический концерт-митинг. И много друзей пришло, ведь общественные организации волонтеров Тольятти решили объединиться. И это важно для наших воинов в зоне СВО. Здесь у нас штаб волонтерского движения. Тут много сообществ и много групп, разных групп в городе. Мы объединились, но мы организованно начали работать. Потому что, как бы, понятно, что один в поле вольный, если он русский. Но когда нас много, и мы отвечаем за разные какие-то там задания, то есть мы больше можем сделать и больше помочь, и больше сделать нашим ребятам на фронт. Волонтеры в две смены плетут маскировочные сети в режиме нон-стоп, собирают посылки нашим ребятам, готовят к отправке гуманитарной грузы. Это, между прочим, десятки тонн уже отправленных грузов. И столько же на подходе. Стоит сказать, что волонтеры не только продукты и одежду с гигиеной отправляют. Есть у них грузы и посерьезнее. Мы в основном техникой занимаемся, потому что техника, она все равно важна. А остальное нам везут, внесут. Да, все люди неравнодушные нашего города. А еще объединенные тольяттинские волонтеры помогают на линии соприкосновения четвероногим бойцам. Да, там, в зоне СВО сегодня много служебных собак, которые также выполняют свой долг и которые также порой нуждаются в помощи. Их работа, к сожалению, совершенно невидима, но она опасна, трудна. И им тоже так же, как и нашим солдатам, необходима помощь. На импровизированный праздник тольяттинским волонтерам в этот день заглянул непростой гость. Герой в прямом смысле слова. Герой России Виталий Красный. Принимая таких людей, понимаешь, что герои вовсе не остались в сказках. Они здесь, сегодня, на своей земле защищают людей от нацистской нечисти. У меня дед достойно в свое время сражался, у него достойные награды. Он совершал свои подвиги. И так же, сейчас встает так же вся страна, как и встала тогда. И это не может, не знаю, не вдохновлять на какие-то подвиги, когда ты понимаешь, что за спиной у тебя целая страна. Скоро у волонтеров будет собран очередной груз и будет новая командировка в зону СВО. Еще один, пусть небольшой, но все же для многих наших солдат значимый вклад в общую победу. Василий Логинов, Андрей Комиссаров. Новости Толиэти.